Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча, и после очередного информационного ролика, как полагается, я хотел бы обговорить с вами такую тему обновления сезона 5. Конечно же, с нетерпением жду, не дождусь этого, этой обновы. Ну а я буду выезжать сейчас в бункерец Альфа, для того, чтобы золотать все ящики за талоны, но также мы не забудем обговорить с вами тему грядущего обновления. Вот такой вот нам видосик выкинули в официальной группе, здесь мы видим, как оленя жрет медведь, причем медведь не простой зомби, видим сигнальную ракету, которая позволит нам убивать с помощью гранатомета, я так понимаю. Вижу какое-то событие, которое точь-точь появится не за горами. Ну, я думаю, что рассмотреть здесь можно много чего. Мы видим какую-то пещеру, с которой вылазит там в самом начале зомби, видим, конечно же, толпу зомби, которые жрут оленя. Я думаю, что грядущее обновление вообще будет схвачено и будет, как говорится, крутиться возле зимней локации. Видать, и локацию с елкой, там, где мы собирали елочку на Новый год, тоже возвратят. И все-таки какой-то ивентец там прогремит, и мы сможем наслаждаться какими-то особыми заданиями. Но это все только в планах, только в мечтах, и все в догадках. Но самое главное, что мы теперь знаем, что медведь зомби точно будет на зимних локациях. В пещерах может быть одним из событий, которые попадаются на зимних локациях. То ли на новой локации, которая посвящена была Новому году. Все это в пятом сезоне, то есть в грядущем обновлении. Разработчики только единственное, что написали, что это будет совсем-совсем скоро и ждать осталось. Недолго. Остается у нас также побороздить просторы свалки. У меня свалочка выпала, и я давненько здесь не бывал. Давайте заценим, что можно здесь выбить. И, конечно, два движка. Если синий попадется, я обязательно его заторабаню Джейн. Она очень ценит это дело и дает много очков для улучшения чопера. У меня с собой кевларовая броня, которая практически в кизяки убита. Есть УЗИ, я думаю, что УЗИ будет получше. Есть гранаты. Ящик, который закрыт, я так понимаю, что нужно кого-то освободить, чтобы ящик открыть. Так, часовой идет. Знаете, что мне не нравится? То, что как только мы убиваем выживших, которые здесь находятся, все то, что у них было, прям в дрободаны убитое. Я думаю, что не сильно бы облезли разработчики, но не сильно бы обанкротился ЛАЗД. Были бы эти выжившие немножечко покрепче броне, ну и своим оружием, которым они ходят. Ну вот, калаш. Почему он не может быть наполовину там надбитым или хотя бы... Вот, вообще калаша нет. У этого была М-ка. Ну, хоть так вот. На разбор, на пружины пойдет. Есть здесь Чоппер. В Чоппере могла бы быть заправка. То есть бензин. Ну, он есть совсем чуть-чуть. Но есть вот такая вот шестеренка. Необходима для работы множества механических устройств. Неплохо. Хотя бы одна. И то неплохо. Чекаем так же, что в машине. В этой машине, ребят, у нас ничего нету, кроме... Так. О, пружинка. Ну, я думаю, что многое здесь можно забрать. Даже воду. Все, кроме флэхи. Если убиваешь заранее всех выживших, то в дальнейшем все проходить намного проще. Потому что если... Ля! Голый боссы. Но зато четверых положил. Давайте теперь будем искать себе какой-то прикид. Может быть, он будет и совсем нехорошим. Вообще, в дрободаны убитый. Но хоть какой-то. На парочку выстрелов, я думаю, сойдет. Итак. Эта шапка получше, чем моя. М16, иди сюда. По-моему, у этого чижика-пыжика тоже была М16. М16 надбитых, зато понахожу. Чекаем, что в этом чопере. Вы видите, что так же я хочу пойти залутать все. И ящики-заталоны. Сейчас опять-таки сигнализация поднимется. Без проблем. Мы это все проходим. Вот он. Опа. А вот и движок, который обязательно нужно отнести на наш чопер, чтобы занести, завести механику Джейн. И улучшить все-таки показатели нашего чопера. На месте. На месте ящичек. И теперь можно без проблем пробовать искать что-то еще. Что здесь может быть? Ну, я понимаю, что в этом мини-вене, пикапчике, тоже что-то должно быть. А ну-ка. О, штанина. Хоть и теплая. Тем более бензин. Кстати, бензин. Кто-то говорил, а ну-ка, Михайлович, покажи, в каких местах можно добыть именно бензин в канистрах. Это будет неплохо. Блин, вот у меня в бутылках, конечно же. Бутылок пустых нет. Если бы были бутылки пустые, я бы сейчас с удовольствием заполнил бы их нашим бензином, который там уже, как говорится, ждет, лежит, булькает в баках вот этих вот всех чоперов. Здесь можно будет наполнить, наверное, бутылок 10 точно. Чекаем, что в этом байке. Мне нужно что-то обуть на ноги, но, по-моему, здесь ничегошеньки нет. Вот тот, кто нам... Так, спасибо за помощь, твоя награда в сундуке. Вот оно что, ребят. Моя награда-то в сундуке. Все, уже меня здесь никто не потревожит. И, ой, еще один синий двигатель. Надеюсь, что я успею, Джейн, завести оба движка. Потому что один из них, по-моему, 250 дает. Вот это я уже точно и не помню. 250 дает с очков для того, чтобы улучшать чопер однозначно. Так, много чего интересного. Вообще много. Возвращаемся назад. Завозим движок. Ну, движок, в принципе, я смогу завести в любой момент. Но у меня есть ограничение по времени. То, что эта локация всего лишь там 6 минут действует, длится. Давайте чекнем. О, а вот это уже вознаграждение. Сухой корм. В прошлый раз мне сахарная косточка упала, которая вообще неплохо мне помогла, когда я проходил четвертый этаж. Хотя и ни разу я не воспользовался этими косточками. Сейчас мы эмочки надбиты сюда. Да, они все пойдут на детали. Детали нужны для того, чтобы, ну, может быть, в дальнейшем схлестнуть шпаги с какими-то очень крутыми улучшениями. Водичку можно будет бухнуть. Ну, и, конечно, за другим движком прийти. Не знаю, есть ли смысл мне уже за талонами бежать. Потому что это будет огроменно. Я думаю, что если талончики есть на всех аккаунтах, можно будет запилить один огроменный видос, где мы, ребят, будем лутать бункер Альфа. То есть все открывать ящики в бункере Альфа за талоны сразу четырех аккаунтов. Вот это будет интересный видос. Я думаю, что я бы посмотрел, что там-то упадет. Ну, а наша цель это заправка. Совсем-совсем недалеко. И надеюсь, что вот эти семь минут, которые там вот тикают, нам хватит вполне, чтобы обязательно сейчас занести движочек Эджейн. Может быть, пружинки скинуть. Но не вариант, что улучшим Чоппер. Ну, хотя бы на один лайв. Потому что 42-й уровень Чоппера это вам уже не просто так принес вилку бак и там движков. И уже получил огромное количество уровней. Сейчас, чем больше ваш байк прокачан, тем меньше, конечно же, у нас дается для этого всего опыта и процентов. То есть нужно больше вещей привозить каждый раз. Каждым разом все больше и больше. Оружие вот лежит. Прикольно. Можно было бы забрать. Так, причем это какое-то оружие или журнал оружия. Причем журналы очень-таки хорошо ценятся Джейном, механиком. Кстати, вот этот Чоппер так и не выбил. У меня есть уже фишки. Достаточно количество фишек. Мне не хватило, ну, довольно-таки много не хватило. Недели две, чтобы выбить. И поверьте мне, я крутил рулетку на все бабулищи. Так, вот она. Я так понимаю, когда-то вот сюда нужно ставить было. Но теперь один только поддон. Так, у меня там недолго времени есть. Опа! Почти, ребят. Почти. И тогда можно баг принести. Можно, конечно, всего по чуть-чуть принести. Видите, шестеренка она не принимает. Ключики, болты. Совсем там чуть-чуть, ребят. Это насколько мизер. Что прямо я даже не знаю, зачем это вбрасываю. О, пружины в ходу засчитались. Ладно, ребят. Поехали. Принесем. Но тут, походу, только один можно принести движок. Раньше было три. Я заберу этот движочек и посмотрим. Ну, то есть, релогнется локация. Мы обязательно возвратимся для того, чтобы опять-таки уже закинуть понемножечку, помаленечку. Я думаю, что качнется уровень. Все у нас получится. И, может быть, когда-то там еще нам повезет, что у нас будет чоппер достаточного уровня, чтобы посетить какие-то отдельные ивенты и локации. Потому что свалка доступна с 40 уровня чоппера. Вы представляете, сколько это нужно было петрушить, чтобы чоппер до 40 уровня качан. Кстати, гуманитарный груз это последний груз. И после него я сразу смогу пойти на рейд. Это очень хорошая новость. Так как, ребята, я уже даже прочитал в комментариях, что... Михалыч, что за фигня? Где рейды? Рейды где? Вот оно что, ребят. Рейды, они есть. Только их нужно пройти. Уделю внимание гуманитарным грузам и буду проходить вот это все дело чаще. Ну что, намоцки, по-моему, здесь нельзя. А можно рассекать намоцки. Прикольно. Для того, чтобы перевести наш движочек, я подъеду максимально близко. Гуманитарный груз, я думаю, закончу. Завершит наше путешествие. К Джейну сейчас нет смысла отправляться. Не знаю, куда он там. На щиток поставил багажника в этом чекуле. Я не видел. Я так понимаю, разворачиваться надо здесь, на глобалку не выйдешь. Нужно попасть на глобалку точно так же, как попал я сюда. Выезжаем и на гуманитарный груз прямиком. Я особо как бы и не спешил попасть на эту локацию. Но это связано с тем, что не так уж и быстро она закончится. Так как час там с чем-то, час и семь минут длится. Это, наверное, самое долгое время, которое я видел, когда гуманитарный груз длился. У меня был самый большой, там, 40 минут. Но час с чем-то, это жесть. Вот оно, зачем мы сюда пришли. Кстати, недостающий оранжевый талон. А я думал, мы будем убивать зомби. Вот это прикол. Ну что, я думаю, что настало время как бы и посетить бункер Альфа. Но это мы сделаем в отдельном видосе, на который, конечно же, я думаю, на всех аккаунтов придется накопить талон. Хотя там оранжевых, зеленых хватает, а вот красные. Поэтому, слепой охотник, я думаю, что с четырех аккаунтов придется убивать. Ребят, всем спасибо за то, что вы просмотрели этот ролик. Надеюсь, вы не забыли поставить свой лайкосик. Конечно же, подписаться на канал, влепашить колокол, ну и пишите комментарии. Вообще, любое что, что придет вам в голову, напишите в комментах. Заранее благодарочка, удачи вам, пока и увидимся уже в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok